Дороги отремонтировали, осталось решить проблемы с общественным транспортом. Ведь к этой сфере у челнинцев возникает больше всего нареканий. Об этом можно судить по результатам всероссийского опроса, который был проведен также и среди жителей набережных Челнов. По мнению жителей Автограда, хуже всего у нас обстоят дела с транспортом. На протяжении года в редакцию программы Челны-24 также поступало множество звонков от челнинцев с просьбой осветить транспортные проблемы. Это отсутствие маршрутов, большой интервал между автобусами и изменение расписания трамваев. Обо всем по порядку в следующем сюжете. 1 января 2018 года в набережных Челнах изменится расписание трамвайных маршрутов на направлениях автомобильный, прессово-рамный, кузнечный, литейный заводы и завод двигателей. Также электротранспорт сократит количество вагонов, которые ездят на заводы КамАЗа. Что из этого получится? В октябре транспортное предприятие уже провело пробное тестирование. Итог? КамАЗовцы опоздали на работу. Все переживаем. Весь вагон, сколько людей страдает. Расписание движения мы выстроили таким образом, чтобы обеспечить заявки основные к 7 часам и к 8 часам на работу персонала. Как говорят в электротранспорте, новый график движения составит по результатам проведенного осенью анализа пассажиропотока. В свою очередь КамАЗ намерен прекратить материально поддерживать предприятие электротранспорт. Нам было обещано, что графики не будут меняться, что работники будут доставляться в соответствии с ранее принятыми графиками и принципами. Еще одна проблема, которая стоит остро в набережных Челнах – отсутствие достаточного количества автобусов в микрорайоне Замеликесе, а также маршрутов, которые с поселка Зябь едут на ГЭС и обратно. Этот путь челнинцам приходится преодолевать с многочисленными пересадками. Получается, у горожан не такой большой выбор общественного транспорта – либо ждать автобус и мерзнуть, либо пешком идти до другой остановки. Абсолютно невозможно уехать на ГЭС, и люди с пересадками доезжают до бумажников, невозможно сесть в автобусы, чтобы потом переехать на Московский, Замеликесе и на ГЭС. Решить проблему с нехваткой маршрутов в Замеликесе исполком был намерен двумя путями. Планировалось либо увеличить количество транспортных средств, либо пустить большие автобусы. Однако варианты решения многих транспортных проблем остались только на бумаге. Тяжело приходится и молодому 65-му микрорайону, который находится буквально на окраине Челнов. Конечно, в этом году туда стали заезжать маршрутки, но общее количество рейсов в этом направлении пока небольшое. А вот вопрос с автобусами маршрутов номер 2 и 3 решен. Ранний интервал их движения составлял от 20 до 60 минут. Это связано с тем, что автобусы проходили техническое обслуживание и ремонт. Так, на маршруте номер 2 и 3, местоположенных 16 единиц, в период выходило 10 единиц. Что касается остальных транспортных проблем, то исполкому необходимо найти решение. Причем начинать надо с пересмотра всей схемы движения общественного транспорта, считают челнинцы. Ведь существующая, ранее разработанная специалистами из Санкт-Петербурга, показала свою неэффективность. Тагир Закиров, Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Челны 24.